Привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как связать такой свитерок интересный из пряжи Valencia Laguna. За пряжу вам немножко позже расскажу. Свитер у меня идет размеры рукав 50 сантиметров, полная длина свитера от горловины 55 сантиметров, ширина плеч идет 32 сантиметра. У него, как вы видите, идет удлиненная спинка, узор и на горловине, на рукавах и на самой тушке. На возраст 11 лет девочки я вязала, она у меня не крупная. Можно вязать также и на 9 и на 10 лет. Фотографии, как он сидит на девочке, вы можете увидеть во второй части видео. Свитер я вязала из пряжи Valencia Laguna, у меня ушло всего лишь 240 грамм, спицами 3 миллиметра. Смотрите, эта пряжа у нас идет в 100 граммах 275 метров, в составе 12% вискозоэвкалипт, 10% хлопок и 78% микроволокно. Очень классная на ощупь пряжа, как бы бархатистая, хотя на вид так не скажешь, но очень приятная к телу. Вот номер цвета, он такой интересный, как бы гороховый, такой салатовый интересный цвет, нежный. Пряжу можно приобрести в интернет-магазине Кудесница, на него я вам скину ссылочку в описании к видео. Также есть еще сети магазинов по Украине, также можно будет посмотреть по ссылке, где они находятся. А кто вязал с такой пряжей, оставляйте свои отзывы, пожалуйста, в комментариях. Жду от вас вопросы по вязанию. Как вязать удлиненную спинку, я вам скину в описании к видео, ссылочку там все, я подробно объясняю. После того, как я вывязала удлиненную спинку, я провязываю по кругу просто лицевые петли. Смотрите, вверх я провязала 26 см. И сейчас начинаю вязание узора. Узор у меня состоит из двух частей. Один узор маленький, две петли, раппорт узора, и вверх 4 ряда. Второй узор, 5 петель идет, раппорт узора, и вверх 14 рядов. Я их совместила, и так он будет выглядеть у меня в вязании. Через одну лицевую я сначала провязываю из двух петель узор, потом из пяти, и снова из двух петель будет узор. И сейчас мы начнем его вязание. Я разделила свою тушку на две части. 80 петель передняя часть и 80 петель задняя. Заднюю часть я буду вязать только лицевые петли по кругу, а здесь начинаю вязание узора. Изначально я провяжу 4 лицевые петли. Дальше начинаю вязание узора. Первая лицевая, делаю накид, две петли вместе лицевой, с середины провязываю. Это идет узор из двух петель. Дальше лицевая и теперь снова узор. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная. Это узор из пяти петель. Дальше между узорами лицевая петля и идет узор, раппорт которого из двух петель. Накид и две петли вместе лицевой с середины. Итак, я эту часть из 12 петель повторяю. 4 лицевые я не провязываю, это только они будут в начале и в конце провязанных узоров. И повторяю таким же образом. Лицевая, накид, две вместе с середины. Дальше лицевая между узорами и узор. Изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная. Лицевая между узорами, накид, две вместе лицевой. Это я снова провязала 12 петель. Провязываю этот узор, когда я уже вместе их сложила. И так повторяю. Всего должно получиться 6 раз узора из 12 петель. И в конце уже провязанных узоров я провязываю снова 4 лицевые. Так я провязала 80 петель передней части. Теперь идет спинка и я провязываю просто 80 лицевых петель. Смотрите, теперь второй ряд. Второй ряд, как и все четные ряды, будет провязываться по рисунку. Первые 4 лицевые перед узорами. И дальше начинаем лицевая. Накид мы провязываем лицевой. Две вместе предыдущего ряда также провязывается лицевой. И таким образом мы провязываем по рисунку. Изнаночные петли за заднюю стенку, лицевые за переднюю. Накиды лицевой. Теперь третий ряд. Перед узором мы провязываем 4 лицевые петли. И начинаем провязывать узор. Лицевая. Две вместе. Лицевой за переднюю стенку. Накид. Между узорами лицевая. И дальше узор из 5 петель. Изнаночная лицевая. Изнаночная, лицевая. Изнаночная. Дальше лицевая между узорами. Две петли за переднюю стенку. Лицевой. Накид. Снова лицевая между узорами. И повторяем. 4 лицевые после узоров провязываем. И дальше спинка лицевыми петлями. Это мы провязываем четвертый ряд. И спинку лицевыми петлями в третьем ряду и во всех рядах мы провязываем. А четвертый ряд мы провязываем по рисунку. Теперь пятый ряд. Четыре петли лицевые перед узорами. И начинаем провязывать узор. Лицевая перед узором. И этот узор из двух петель повторяется, начиная с пятого ряда, повторяется с первого ряда. Таким же образом делаем накид. И две петли за переднюю стенку лицевую. Дальше лицевая между узорами. И узор из пяти петель провязывается в пятом ряду так же как и в предыдущих рядах. Так же он провязывается и в шестом ряду. Видите, по рисунку как раз он всегда провязывается. Дальше лицевая между узорами. И снова этот узор из двух петель повторяется с первого ряда. Накид, две вместе за переднюю стенку лицевую. И таким образом мы провязываем пятый и шестой ряд. Шестой ряд вяжем по рисунку, как и все четные ряды. Смотрите, уже седьмой ряд. Узор из двух петель я уже провязала. Между ними лицевую петлю и провязываем узор из пяти петель. Вот он у нас находится здесь. И в седьмом ряду я буду вывязывать колосок, опускаясь на шесть рядов вниз и вывязывать петли. Итак, сейчас первая провязывается изнаночной. И на лицевом ряду я отсчитываю шесть петель вниз. Один, два, извините. Шесть рядов вниз. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Из шестого я вытягиваю нить. Делаю такую вот петельку на уровне с вязанием. Дальше, следующая уже в пятом ряду, которая вниз, в четвертом, в третьем, во втором и в первом. Дальше, эту петлю я провязываю лицевой. И, начиная с первой вытянутой петли, я их вешаю поочередно. Такой вот получается колосок. Дальше провязываю изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше, снова провязываю петлю между узорами. Узор из двух петель. И еще раз покажу, как вяжется узор из пяти петель. Изнаночная. На шесть рядов опускаюсь вниз. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И вытягиваю нить. Теперь на пять рядов вытягиваю. На четыре, на три, на два и на один. Эту петлю провязываю лицевой. И поочередно вешаю петли. На самом деле, это очень легко делается и достаточно быстро. Дальше изнаночная, лицевая, изнаночная. И так мы продолжаем вязание седьмого ряда. Теперь смотрите, восьмой ряд узора из пяти петель провязывается так же, как и предыдущие ряды, кроме седьмого. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом, так же, как восьмой ряд, вяжутся девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый ряд. Теперь тринадцатый ряд узора из пяти петель. Изнаночная провязываем, лицевая, изнаночная. А здесь вывязываем колосок, опустившись на шесть рядов вниз. Один, два, три, четыре, пять, шесть. И вытягиваем петли из шестого ряда снизу, с пятого, четвертого, третьего, второго и первого. Дальше лицевой провязываем петлю и поочередно мы вешаем. И изнаночная петля. Таким образом, провязывается этот узор из пяти петель. Четырнадцатый ряд вяжется по рисунку. Вот этот раппорт узора. А начиная с пятнадцатого ряда, узор повторяется с первого ряда. Таким образом, провязываем узоры мы. Я буду провязывать полностью здесь этот узор четырнадцать рядов. Этот узор провязывается четырнадцать рядов. А еще я провяжу восемь рядов этого узора. И получается два раппорта этого узора еще. И так мы провязываем вверх. Продолжение вязания смотрите в следующей части видео.